С новостями экономики в ближайшие несколько минут вас познакомлю я, Ергали Рамазанула. Больше миллиарда тенге казахстанские работодатели задолжали своим сотрудникам. Данные за второй квартал года представили в бюро над статистики. Львиная доля этой суммы приходится на столицу. Работники в Астане недополучили порядка 930 миллионов тенге. Год назад эта сумма была аж в 7 раз меньше 137 миллионов. В тройке антирейтинга также Шимкент и Северо-Казахстанская область. Однако там ситуация менее плачевна. Долги по зарплатам составляют 39 и 35 миллионов соответственно. Казахстан бьет авторекорды 13 347. Столько машин произвели в Казахстане в октябре. По сравнению с сентябрем объемы выросли примерно на 22%. Всего с начала года в стране произвели почти 113 тысяч авто. Это на 40% больше, чем за тот же период в 2022. К другим темам. В Сенате обеспокоены пенсии таможенников. Проблему в депутатском запросе озвучил Амангельде Нугманов. По словам сенатора, в законодательстве есть пробелы, которые серьезно отражаются на пенсионном обеспечении сотрудников таможенных органов. Правительством Республики Казахстан 29 августа 2023 года принимается постановление номером 733, где прописано положение под пунктом 13 пунктом 2 с оговоркой за исключением таможенных органов, что недопустимо противоречит действующим нормам социального кодекса. Постановление правительства в данном случае, ссылаясь на статью 214 действующего социального кодекса, лишает права пенсионного обеспечения сотрудников целого правоохранительного органа. Сложившая ситуация не позволяет сотрудникам указанного органа выйти на пенсию с учетом имеющихся в услуге лет. Ну и напоследок о ситуации в обменных пунктах Астаны. Доллар продают в среднем за 465 тенге, плюс-минус 50 тен. Что касается европейской валюты, ее стоимость 502-503 тенге. За один российский рубль нужно в среднем заплатить 5 тенге 20 тен. На сегодня все, увидимся через неделю.